Бессмертный подвиг земляка Александра Матросова 29 февраля повторят. В память о миллионах советских солдат и офицеров, впавших на поля сражений, представители более 30 военно-исторических клубов со всей России, устроят бой реконструкцию под деревней Ивановка, у детского дома, где воспитывался Александр Матросов. В ходе реконструкции каждый желающий сможет сфотографироваться со стилизованной группой генерала Льва Даватора, военнослужащими на конях в обмандировании 1941 года, а также попробовать кашу с полевой кухней. Вход на мероприятие свободный. От спортивно-бальных танцев до автомоделирования ДК УАЗ обретет вторую жизнь. Обновленный Дом культуры откроет свои двери для творческой молодежи уже в августе 2020 года. Для юных деятелей творчества создадут максимально комфортные условия, двухрядные хореографические станки, зеркала и лучшие музыкальные инструменты. О взрослых не забыли. В фойе первого этажа планируется создание интерактивной панели для знакомства с историей УАЗа, а также экспозиции эволюционный ряд автомобилей УАЗ, коллекция из 29 машин. Время действовать. Уже в мае по ульяновским трамвайным путям пустят сразу 70 новых вагонов. Не дожидаясь решения Минтранса Российской Федерации, МУП Ульяновской Электротранс объявит электронный аукцион на закупку нового подвижного состава. Цена вопроса практически 6 миллиардов рублей. В случае, если Минтранс Российской Федерации одобрит заявку от региона, этой субсидии перекроют собственные траты из областной казны.